Сегодня у нас по плану Диатый Аркан, Аркан Отшельник, и мы рассмотрим его в исторической перспективе и посмотрим, как этот Аркан мутировал из одной ипостаси в совершенно иную, и попытаемся найти точки пересечения между, казалось бы, двумя совершенно различными автономными тенденциями. То есть, одна из них, первая его ипостась, самая ранняя, это темпо, время, именно так он назывался в первых колодах Таро. И другая ипостась, это Отшельник, который получил широкое распространение через эзотерическое Таро, и если Отшельник у нас традиционно выражает сокровенную суть человека, его самое-самое священное внутреннее зерно, то, казалось бы, время – это нечто прямо противоположное. То есть, оно объективное, оно крушит страны и империи, и какая может быть связь между одним старцем и старцем совершенно другого толка? Между старцем Сатурном и старцем-отшельником, монахом. Связь, на мой взгляд, на самом деле есть, и эта связь весьма и весьма сильная. Я не буду, конечно, пересказывать свою книгу, смысла в этом не имею, да, вы всегда можете ее просто приобрести, и не потому, что я ее вам хочу продать. От того, что здесь продается, например, я нисколько не имею, да, то есть выгоды моя равна ноль. Ну вот, а просто потому, что, когда я пишу книгу, я достаточно долго продумываю каждое выражение, там оно отточено. Сейчас же я попытаюсь лишь обозначить какие-то моменты, которые помогут нам рассмотреть этот аркан. И первый из этих моментов – это то, а что, собственно, в нас высекает это самое сокровенное ядро? А не время ли? И время здесь можно понимать в самом широком смысле этого слова. С одной стороны, это то время, когда мы родились. Ну, думаю, совершенно очевидно, что если бы вы родились в XVI веке, ваше предпочтение и вообще все, что связано, собственно, с тем, что вы называете «я», был бы другим. Думаю, не нужно для этого быть значительным философом, чтобы, предположив это, прийти к выводу, что, в общем-то, мы бы поменялись полностью. То есть, с другой стороны, само время именно в его динамическом аспекте, то есть время, как мы его проживаем, то есть, если бы у нас было безграничное количество времени, я крайне сомневаюсь, что мы могли бы, в принципе, стать собой. Нас оформляет тот потенциал, то, что все в нашей культуре имеет свое начало и свой конец. Можно поспорить. Можно, но бессмысленно. Потому что, на самом деле, именно инстинкт смерти, стремление к смерти и есть то, что является предельным ограничением, возможно, единственным ограничением, как таковым, фундаментальным пониманием этого слова. А, как известно, любая свобода возможна только в качестве опоры на ограничения. Ну, отсутствие ограничений, да, это отсутствие самой свободы. Это свобода от свободы. А, и здесь этот темп по Сатурну, почему он есть учитель мудрости, Сатурн? А потому что он и есть учитель ограничения. Это был замечательный ученик Зигмунда Фрейда, Адлер, с его философией, который как раз сделал ставку на ограничения, да, на изъян. Если человек очень твердо держится за свой изъян, да, за какую-то свою ущербность, то это как раз уверенный и обладающий свободой человек. Как только человек отпускает, да, это ограничение свое, перестает его ощущать, в общем-то, этот человек либо раздувается до уровня, там, недоломания, да, либо, наоборот, схлопывается в ничто, да, в какое-то самоуничижение и так далее, что чаще-часто бывает одним и тем же, да, по сути, только представленным вовне и вовнутрь. В общем-то, эти противоположности как раз обычно сходятся. И поэтому это, получается, как время влияет на сокровенную суть человека. Это тот контекст, то наше время и наше отпущенное время, которое делает из нас нас. Почему? Вот я сегодня, допустим, предпочту прийти сюда, да, здесь прочитать лекцию, а не в другом каком-то месте. Почему я, там, завтрашний день, допустим, отведу на, там, какие-то встречи, на какую-то работу, да, по написанию, там, того-то и того-то, а не на что-то другое? Потому что я знаю, что это не будет длиться вечно. И я должен выбирать. Если бы это длилось вечно, я бы не должен был выбирать. Ибо абсолютно все равно. Потому что времени не ограничено, короче. А именно выбор, экзистенциальный выбор, или-или, и может высечь эту сокровенную суть. Если она остается невысеченной, в общем-то, мы ее и не имеем. А как известно, человек становится человеком не от рождения. Таким образом, отшельник это то, к чему человек приходит. Через вот этот контакт со временем. Я напомню, где мы находимся. Мы находимся во втором септенере. Второй септенер – это я и мир. Взаимодействие между я и миром. Первый септенер – это маски, да. Второй септенер – взаимодействие с миром. Третий септенер – собственный мир, как таковы. И поэтому в данном случае мы находимся в позиции ППС на взаимодействии с миром. Это таинство, которое высекается в нас при взаимодействии с миром. Ну, в общем-то, это одна сторона медали, а другая сторона медали – это само время. А насколько на самом деле оно объективно? Оно объективно, как философский концепт. Но если мы возьмем отдельно взятых людей и поместим их в помещение, где нет возможности контролировать восход и заход солнца, полностью замкнутое, где нет возможности по слуховому восприятию определить, что вот сейчас ездят машины, допустим, а потом они ездить реже становятся и так далее. То есть шумы будут изолированы, и люди сами друг от друга будут изолированы. Через какое-то количество времени эти биологические часы полностью перестают функционировать, и человек, просидев в закрытом помещении неделю, может показаться, что он реально двенадцать просидел. То есть несоизмеримо больше, а кому-то может показаться, что пять. Это если будет значка? Конечно, их рассаживать, чтобы не корреспондировали между собой. Это был такой эксперимент на самом деле, причем достаточно давно. А если несколько экспериментов показав, что часы на лунный переходят? Вполне вероятно. Я не буду в данном случае ничего утверждать, ибо не читал, а когда читаю эксперимент... Понимаете, если я читаю эксперимент, я читаю всю базу по эксперименту, потому что выводы по эксперименту могут быть сделаны еще некорректно. Но в случае с тем, о чем я вам говорю, это действительно так. То есть рассаженные по отдельности люди, казалось бы, у нас бьется сердце, у нас пульс. Вот, ничего подобного. Этот же самый пульс, он ускоряется и замедляется. Более того, это не всегда связано с перенагрузкой. Когда мы спим, у нас тоже он разный, потому что может быть там дурной сон и так далее. Поэтому ориентиров на самом деле нет, и постепенно это время начинает размываться. То есть время, как мы его реально воспринимаем, очень субъективно. Вот в чем дело. То есть, получается, здесь действительно две змеи вот этого Кадуцея. Я не случайно на обложку поставил очень странную версию Аркана Отшельника, от этого Барбары Олкер, где две переплетенные змеи, это все-таки не Меркурий. Здесь речь идет именно о двух противоположных началах. О том, что, собственно, наше сокровенное Я высекается объективным временем, но с другой стороны, получается, само это объективное время, как мы его понимаем, как мы его можем воспринимать, оно на самом деле весьма и весьма субъективным оказывается и порождается этим самым внутренним нашим Я. Это как о курице и яйце. Что из этого было первым? Здесь уже ответ быть дал не может. Рассмотрим эти карты в исторической расследовательности. С курицей может. С курицей может, но в качестве метафоры нет. Первая версия этого Аркана, это из Торо Висконти-Сфорца, Миланская школа Торо, мы видим классический образ Сатурна. Сгорбленный Старец, Эль Гоубо, как иногда называлась эта карта, Горбун. Как? Горбун, Эль Гоубо. Не только Торо, еще и Горбун, ибо отсылка была непосредственно к Сатурну. Не только к Рону. Сатурн часто изображался в эпоху Ренессанса, мы имеем в виду только Ренессансскую эстетику, именно как сгорбленный старик. Именно как Горбун. Тот, кто сгорблен под течением своей долгой жизни. Это как бы своего рода метафора времени была. Помимо часов, как таковы. И здесь мы как раз видим этого сгорбленного старца, который как бы говорит моменту море. И это аллегория времени исключительно. То есть ничего от эзотерического отшельника первичного здесь не было, от первичных карт. Вот еще несколько примеров. Это наиболее, на мой взгляд, интересная версия. Почему? Здесь часы приподнимаются над сгорбленным стариком. Как бы он преподносит крупицы своего времени во имя чего-то высшего. Там или высшие цели, или божества. Здесь, скорее всего, второе. Ну ладно, что речь идет. Там гора. Гора. И он горе преподносит свое время, которое высыпается вниз. То есть то, что выше него. Кстати, не видел эти колоды. То есть получается, что есть варианты, где он повернут по часовой. Я не знал. Да. И здесь мы видим первое обозначение номера хана. Там это одиннадцатый. Оно, правда, написано арабскими цифрами, но, в общем-то, на буквально следующих уже раннепечатных колодах мы увидим одиннадцатый номер в римской нумерации. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что две эти черточки – это именно номер. Одни буквы речные? Может быть. Может быть. Я не буду здесь ничего точно утверждать, но так как буквально спустя десять лет появится карта с одиннадцатым номером, можно предположить. Более того, я не видел оригинал этой карты. Пока я не увижу оригинал, ничего сказать не могу, потому что, может быть, это более поздняя нумерация более древних карт. Например, семнадцатого лета, когда на них просто поставили этот номер для использования уже, допустим, в игре. Самое примечательное здесь – это именно время как высшая ценность, которую человек преподносит во имя какого-то дела. А здесь уже завязывается вот это взаимодействие между внутренним «я» и, казалось бы, объективным временем. Ведь человек преподносит самое ценное, что у него есть его время во имя своего дела. Это и есть высечение своего сокровенного «я». Ну вот, вы видите, это у нас Метрополитон Будапешт. Здесь, вы видите, как раз одиннадцатый номер. А там мы имеем как раз двенадцатый номер, они всегда отзеркалены, ибо в этой колоде, это колода Розенвальда, там не научились еще отиски делать адекватно, то есть они все обращенные. там двенадцатый номер, то есть карта гарантированно попадала во второй Септенер. То есть она смещалась по позициям, но гарантированно попадала во второй Септенер. Чем интересны эти карты? Вот. Но прежде всего интересна, конечно, Розенвальдерская карта, потому что мы на ней уже не имеем часы, а имеем именно сгорбленного старика, который идет не то, что на трех костях, да, как в известной загадке, а уже и на четырех. То есть он совсем сгорблен, преклонного возраста, и это тоже классический образ Сатурна. Вот эти ходунки довольно-таки. Да. То есть понятно, что речь идет, конечно, о Сатурне, как его понимали в ренессансной эстетике, но, в общем-то, это такой, я его называю через черточки, да, хронос-хронос-Сатурн, потому что, на самом деле, речь идет уже о божестве никогда не существовавшем, о синкретическом божестве, объединившем разных греко-римских божеств между собой не особо связанных, если брать именно античную культу. Следующие карты. Ну, вот вы видите здесь Метрополитен-Будапешт в нецветном, моногромном оттиске и Торо Ротшильда. Чем оно уникально? Ну, именно на него ссылается Вирт, то есть Вирт знал эту традицию, хотя не факт, что он видел именно эту древнюю колоду, но какой-то юг вон. А что мы здесь видим? Мы видим на Отшельнике колонну. Столб. Это тяжесть гней. Но столб, естественно, отсылает к совсем другой традиции. А где? А, ну вон столб. Прямо на его спине колонна. Да. Прямо держит с собой как титан? Он держит только этот столб, ничего на нем на самом столбе нет. То есть это инверсия. Инверсия классического типа аскезы столбничества. Когда человек уходил и давал обет, что он не спустится со столба. Там счет уже шел в некоторых случаях на несколько десятилетий. Когда люди десятилетиями находились на столбе колонны. Еду им. Да. А как насчет удаления экскременда? Никак. Они священно доставались. Со столбами. Как в случае с спором известным по поводу рая. Будут ли там люди как облдели, да? Или будут ли они лишь в духе? Один из противников телесного воскрешения воскликнул. Пусть будет проклят тот рай, в котором так много сыр. Будут. Достаточно известные. Чем много. Ну, вечно же. Нет, там растения же всякие растут. Ну как, еще Левиафан накушать будут. Да, Левиафан. Ммм. Так что, очень интересный образ. Уж с одной стороны, это старик сольменный под грузом своей прожитой жизни. Естественно, эта колонна, это то, что выбито, да? Это то, что он сделал. С другой стороны, инверсия столбника, который и есть отшельник. И таким образом, вот уже близко-близко подходим к самой сути, что Сатурн превратится в отшельник. А вариаций, где бы этот слух Христов был, не было? А, нет. Не было. Я так и чувствовал. Но зато есть вариации у свидетелей Иегова, где считают, что Иисус распят на столбе. Ну а вот один из ранних списков, здесь как раз вы увидите то, что он назван Эль Гобо, Горбун, и имеет номер одиннадцатый. То есть самая ранняя нумерация этого аркана либо одиннадцатый, либо двенадцатый. А в вашей книге это было? Да. То есть не происходит из того, что вы переворачивали одиннадцатый стал девятый? Нет, потому что, во-первых, А, Метрополитен, Будапешт не отзеркаленные номера дает. Б, данный список, как вы видите, вообще дает их по порядку. Так что, в общем-то, можно просто посчитать. А, и С, двенадцатый, он действительно отзеркален, но восемь так никто не писал. Как две черточки до десяти. Это просто колода, которую я вам показывал, где двенадцатый, она все дает зеркальному отражению. Поэтому, то есть если брать колоды целиком, это именно одиннадцатый и двенадцатый номера. В шестнадцатом столетии, в Таро Каталина Жуфуа, французского художника уже на этот раз, мы впервые встречаем именно монаха. Потому что у него есть щетки с крестом. И здесь уже ошибиться невозможно. То есть аллегорическая фигура, относящаяся к греко-римской истории, сменяется на вполне конкретную фигуру священника. В последующих работах это повторяется, в Таро Парижа, это начало шестнадцатого, семнадцатого, простите, века. Здесь ситуация аналогичная, только в другую сторону развернута сама фигура. Поэтому смысла интерпретировать право-лево не вижу, ибо они вертятся каждый век во все стороны. Тоже четкий, и тоже лампа. Но что для нас здесь важно? Номер правильный. Девятый номер. Вот в случае с записью такой девятого номера, часто, более того, это в каком-то смысле даже эзотерично. Квинтэссенция плюс Коттернер. А не девятка как таковая. То есть разбивать именно таким образом. И в Таро Набле мы видим именно такую версию. И в общем-то Таро Набле дает первый вариант классического марсельского отшельника. Да, он еще не совсем такой, как будет у Таро Набле, но в общем-то разница между вот этой фигурой и той, которую мы встретим в Таро Уайта, уже незначительная. А там написано «Лермитр», что ли? Да. От этого слова «Армитаж», которое у нас. Место уединения. То есть если вы хотите уединиться, самое время сходить в Эрмитаж. Сначала вы в очереди уединитесь в Эрмитаже, а потом в самом Эрмитаже. Вы Таро въявили, он опять поворачивается. И самое здесь примечательное то, что мы не видим фонари. Здесь можно с определенной долей утверждать, что это есть ручина, что он одновременно, а что он держит именно в правой руке ручину, что-то у него в руке есть. Я с большой долей вероятности, зная как бы манеру работы в Евиле, могу предположить, что это горящая лучина. Просто опять же речь идет о специфической манере работы художника в каждую конкретную эпоху, поэтому как бы исходить из интерпретации сугестивной нельзя, только из исторической. Поэтому я предположу, что это лучина. И это, в принципе, будет наиболее близко к самому исходному образу. То есть сон Юнга с вот этой лучиной идеально вписывается именно в Таро въявили. И заметьте, Юнг же чаще всего обращается именно к этой исторической эпохе, 16-17 лет. Они его интересовали, значит, все. А алхимики как раз тогда расцвели они в Ренессансе? А алхимики 16-й век, но первая половина 17-го тоже. То есть где-то в середине 17-го исчезает. То есть Михаэль Майер первая половина 17-го. Но алхимия, алхимия рознь. Когда стали именно создавать гравюры, то, с чем работала именно юнгианская аналитическая психология, это как раз рубеж 16-го, начало, самое начало 17-го века. По-моему, Михаэль Майер умер в 1607 году. Не буду сейчас точно говорить, но по-моему это так. Можете меня проверить, посмотрите по интернету. Марсельская традиция. Два классических образа. Беру колоду поэн и колоду конвера. Та колода Беру в версии современной. То есть она немножечко почищена. Поэтому она называется ПНВ. На самом деле полностью аутентичное изображение. Просто чуть-чуть вычищены краски. А это классические конверы здания 18-го столетия. То, что, собственно, обычно в народе марсельским второе имено. А вот то, что у меня получается, то, что я показывал, это не марсельская традиция. Марсельская Таро насчитывает несколько сот колод, да, совершенно различных. Я показываю самый известный. Какой вы показывали, я не видел, поэтому сказать не могу. Но вот классический Марсель, самый-самый классический, это вот этот Таро Конвер. Я показывал скорее Гремо. А, в версии Гремо, да? Новое издание. Позднего Гремо. То есть просто Гремо есть и раннее, да? Гремо же на протяжении большого количества времени или издавали? Вопрос по правописанию. Вот там появляется уже хермет. А про этимологии этого слова, она носит гермесов или в французском? Герметично. То бишь во французский вот это уединение, оно корнями уходит? В русском тоже герметичная традиция, то, что замкнут. Герметичный, да. А вот слово отшельник, вот эрмитаж, как место уединения, вот это вот, вот само это слово, оно ведет на слово уединение? Да, да. Конечно. Да, да. То есть в данном случае слово герметичный и уединение, да, отшельник, уход, это в принципе одно и то же. То есть у них появилось слово отшельник за слово герметичность? С большой долей вероятности, с большой долей вероятности. Я не знаток особенно старо-французского, потому что надо сначала в нем смотреть, да, какие у него корни, но просто как бы учитывая тот факт, что здесь имя Гермеса фактически представлено в полном виде, и это вписывается в логику, да, в общем-то. То есть герметичный, это же замкнут. Поэтому думаю, что да. Другое дело, что это не совсем логика того Гермеса, да, который является связующим началом, то есть здесь в Корее именно я не случайно сделал акцент на герметичном, а не на Гермесе. На Гермеса, да, на него выносит Варбара Олкер, да, делая его посох Акадуцея, Гермеса, Меркурия. Но на самом деле его отношение к именно фигуре Гермеса, мне кажется, акцентировать слишком не стоит, потому что изначально нужно понимать, что мы видим Сатурна. И сама по себе фигура отшельника, старца, который накладывает на себя ограничения, это, конечно же, фигура, которая точно идет по Сатурну. То есть если мы оперируем в современных, да, категориях эзотерических, то это точно Сатурна. Конечно, извините, но я посмотрела происхождение слова гермет, это идет от латинского слова эремита, латинизированного греческого эремитас, что означает происходящее из пустыни, в свою очередь, происходящее к слову эремос пустыня. То есть это от первых пустынников. Но с другой стороны, если учесть тот факт, что эллинистическая алхимия зарождается именно у этих самых пустынников, то, в общем-то, не знаю, насколько это отражено в самом слове, но вполне вероятно, что это имеет смысл еще раз перепроверить. Повторюсь, я не являюсь специалистом в области филологии, тем более в области лингвистики, но многократно сталкивался с тем, что происхождение слова демонстрировалось, да, определенно, на самом деле, как бы, ну, это, скажем, усеченность, некая предложенная вот таким образа. Но напомню, что действительно из первых пустынников проистекают первые алхимические тексты. Следующие колоды, которые я бы хотел показать, заметьте, устанавливается на чертание именно не до 10, а 5,4. То есть квиттэссенция плюс квиттэссенция. Это важно, это важно, и это достаточно, так скажем, интересный момент. Все эти отшельники друг на друга очень похожи, они все представляют собой, в общем-то, ту же самую фигуру, которую мы видели, еще уновляет. И, несмотря на то, что, конечно, отличить Болонское таро, Бизансонское таро от Марсельского достаточно легко, сама по себе эта фигура чего-то принципиально нового не несет, посмотрим. У Кура де Жебелена мы тоже видим начертание 5 плюс 4, и здесь, в общем-то, ничего совершенно радикально нового он не представляет. То есть, несмотря на то, что он на словах достаточно громко критиковал целый ряд арканов, что их неправильно понимали, что их неправильно рисовали и так далее, в общем-то, та версия, которая прилагалась к его описанию, понятно, что он ее не сам рисовал, но, в общем-то, под его же контролем, она демонстрирует, ну, в общем-то, такую упрощенную зарисовку все того же самого Арсельского. В Ван-де-Бо-Рыбаху старого, это вторая половина XVII века, наиболее интересно то, что мы имеем А. Отшельника с книгой. А. Б. У него, скорее, все-таки не посох, а он держится о колонне. А. И. С. за его плечами капюшон с замечательнейшим образом может быть прочитан, как крылья. И я в своей книге приводил образы Сатурна в этот момент, который с книгой из Крыльев. То есть, для конца XVIII века это, в принципе, типичный образ Сатурна. То есть, он от него никуда не уходит. Несмотря на то, что мы видим постепенную христианизацию фигуры, тем не менее, так как Отшельник, это тот, кто налагает на себя ограничения, в общем-то, культурный код Сатурна по-прежнему работает. И очень тонко это все сделано в данной колоде. То есть, понимаете, не то, что крылья именно как крылья нарисовать, а, в общем-то, это и капюшон и крылья, вот как прочтеть. Это и то, и другое. Это, наверное, мерцающая фигура. Она зависит от того, каким образом мы подойдем к ее интерпретации. В сицилийском Таро как раз утверждается 12-й номер, тот самый, который был, возможно, самым первым. Ну, по крайней мере, одним из самых первых. Повторюсь, в 15-м веке это был либо 11-й, либо 12-й. А в сицилийское Таро в эту традицию переходит как раз в 12-й и становится для нее стандартным. В сицилийском Таро отшельник всегда 12-й. А 11-й и 13-й там такие были, как сейчас, или нет? Вот сейчас на скидку точно не скажу. Я с этой колодой работал исключительно по ее иконографии, поэтому на память все порядок сицилийского Таро я не помню. Кажется, то, что ты хотел, с этим портретелем практически попал. Почему человек, почему он и про свой не были? Почему такой цеплярный номер, что кажется, что он должен быть между повешенным и смертью? А, понятно. Так что, респект. В Таро и Тейлы мы встречаем уже классическую фигулу совсем другого типа. Это диаген. Это диаген, который на площади при свете солнца ищет человека с фонарем. Картин подобных очень много, и в 18-м веке в том числе. То есть, в амплификационный ряд впервые попадает новая фигура. Не только Сатурн, время, да? Не только христианский отшельник, но и достаточно эксцентричный философ античной грязи. Который, в общем-то, отшельником тоже может считаться. Ибо жил в весьма примечательном, да, таком сосуде. Ну, не в бочке он жил, конечно, в них хоронили в этих сосудах. То есть, он, скорее, в гробу жил. Ну, то есть, в этих сосудах в них могло и выдерживаться вино, но это огромные такие сосуды, в них хоронили дальше. То есть, в данном случае, опять же, оппозиция. С одной стороны, речь идет о вакхе или нет, да? А с другой стороны, о смерти Сатурн. Ну, вот, например, фигура Диогена. Чем не отшельник? В египетской традиции ничего нового мы абсолютно не встречаем. Это поликристианская традиция, да, 19 века. То есть, он немножко получает такие псевдо-египетские черты, и у него вместо фонаря появляется лампада масляная. А так, в общем-то, ну, это изображение плаща. То, что вы видите, такой угольник, да, наверное? Это плащ. Подумаешь, это культурная трубка. Нет, это именно масляная лампада. Такие лампады горели в храмах на протяжении веков. Никогда не потухая. То есть, для египетской традиции было священным, что в храме всегда был звук. Всегда, в смысле, совсем всегда. То есть, совсем. То есть, звук там был на протяжении нескольких десятков веков. Когда была установлена египетская цивилизация, и когда она пала в начале христианской эпохи. То есть, естественно, люди сменяли друг друга, постоянно подливалось масло в горящий огонь, и постоянно гремели сестры. То есть, звук – это жизнь. Отсутствие звука – это пустыня, это смерть. А боги, они же не просто они их вызывали, боги приходили только в живое место. Бог не придет в пустыню. И храм – это место жизни, средоточие жизни. Естественно, для египтянина, который живет по берегу Нила, шумящая вода – это жизнь, а пустыня – это жизнь. А же были моменты, когда их там захватывают? Да, конечно, может быть, эти храмы на какие-то моменты и останавливалась там музыка, но опять же, не факт. Потому что захватчики обычно тогда достаточно лояльно относились к религиозным традициям. Мало ли, еще и боги покарают потом наших. Да еще и сами шумели на рамках. Да. Это все, конечно, уже свернулось в христианскую эпоху. Или даже в мусульманскую эпоху. А, я думаю, что ты христианскую эпоху. А? Квадратная, вот эта вот четырехугольная холокформа плаща – это не оттуда, как тоже тетрадь? Это плащ. Это традиционное для египетской культуры изображение одежды. Вот оно, правда, немножко не так изображалось, но это псевдо-египетское изображение, поэтому это именно плащ. Что мы видим на картах 19 века? Это классический Гумпенберг и Делларок. Мне особенно вот нравится вот эта карта. Почему? Потому что она включает в амплификационный ряд еще одну фигуру, а именно Тересия, который с двумя сплетенными змеями встречается, да, и, в общем-то, зря он их пытается тронуть, после того, как он их тронет, он обратится в женщину. И долго-долго будет женщиной, да, пока боги не смируются над ним и не сделают его вновь мужчиной. Это к вопросу о споре Дия с его супругой, да, когда они поспорили, кто больше получает сексуального удовольствия, женщина или мужчина. Ну, и, в общем-то, так как не было и мужчин, и женщин, вот этому товарищу не повезло, он сначала был мужчиной, потом стал женщиной, а потом вновь стал мужчиной, но слепым. Ну, у него пропало зрение, вот, но бог вернул ему зрение, зрение он ему вернул иного толка, он стал зреть будущее, он стал проявиться. Ну, это из метаморфоза видео, можете сами прочитать. Фрагменты целиком. В смысле, кстати, у меня всегда возникал вопрос, раз я принялась тем, это реально такой вопрос, у меня всегда было непонятно, это пари, потому что почему-то он же сказал, что удовольствие больше у женщины, значит, женщина круче, а в раме не было с герой, то есть оно оказывалось, что меньше, но в чем здесь логика? Мне кажется, в данном случае логика еще идет не от Рима, а логика идет от Греции. В Греции кто, чьи уделы удовольствие? Раба. То есть раб, это тот, кто может себе много чего позволить. Это время, тот, кто на галерах гребет. А в Греции это не факт, это к какому хозяину попадешь? Раб это тот, кто не человек, не до человека, он может себе много позволить. И в общем-то, в данном случае речь идет о том, что тот, кто получает больше удовольствия, тот, в общем-то, оказывается в меньшей степени возвышен. Несмотря на то, что текст записан в римскую эпоху, суть по всему, миф более древний. Еще как бы это известно, это мужское-женское пререкание, а тот, кто получает меньше удовольствия, как бы вот ему обязаны. А тот, кто больше, он обязан. В данном случае, повторюсь, эта ставка делается на греческое мировоззрение, на то, что человек, а это не до человека. И еще один получается образ в связку. Мы уже с вами имеем Сатурна, мы имеем отшельника христианского, мы заполучали там образ Диогена, и здесь получаем еще один образ Тересия, который, заметьте, вот эта смена пола, что она дает? Для того, чтобы понять, что есть мужское, ему нужно было стать женщиной. Вот оно, функционирование ограничения. А так же, как и для того, чтобы стать правительством, ему нужно было потерять зрение. На самом деле, мы вертимся это вокруг одного и того же стержня, вокруг одного и того же ядра, с тем же Диогеном, с тем же Тересием. И опять же, эти две змеи, опять же, намекают на того же самого Гермеса, которого мы встречаем. С Эдипом в оригинале, с Эдипом в оригинале, та же фигня. Ну да, но в данном случае Тереси там появляется, как непосредственная фигура. И, естественно, вот эти две змеи не могут не отсылать эту цель, конечно же, которую мы видели на Таро-Вагу. В Таро-Осфальда-Вирта появляется совершенно уникальная фигура. Что в ней уникальное? Ну, во-первых, мы видим внизу змею, на этот раз она одна. Но, в общем-то, в этом ничего странного. Ну, змея и змея, казалось бы. Может быть, это опасность какая-то, на которую он освещает те путь, чтобы на нее не наступить. Но как-то не верится. Змея вроде с ним в ногу идет. Да, змея туда же смотрит. Что у него за трость? Впервые посох сменяется на палочку для слепого. Это камышовая трость для слепых. И он ее держит не как опору. Он ее держит, он простукивает. Зачем ему фонарь, если он слепой? Он освещает путь для своей змеи. Это и есть его сокровенная сеть. Вот она. Он слеп, но он видит другим зрением. И он ей освещает путь. Совершенно уникальное изображение. Одно из лучших изображений ошельника, как я считаю. Одно из самых эзотеричных. Вот. Именно в нем все срастается. Все объединяется. И, конечно, оно не утратило свою актуальность. И по сей день, конечно, оно будет по-другому нами осмысляться. Но, в общем-то, вот эта фигура слепого, зрячая... Вашен сайт или у Верта это было? Верт ничего не пишет. Верт глубокие вещи не описывает. Более того, у меня нет никаких оснований считать, что он это делает даже сознательно. Понимаете? Как и в случае с Этейлой, лучше... Нет, в случае с Виртом, можно читать. В случае с Этейлой лучше не читать. Лучше знать блок изображений, как вообще работали художники 18 века, как работали гравюры 18 века, и интерпретировать исключительно иконографически. Потому что то, что там пишет Этейл, это, ну, в общем-то, в большинстве случаев не заодно показывается. В случае с Виртом, это не всегда так, но какие-то наиболее глубокие, на любое важные вещи, он то ли сознательно опускает, то ли это то, что вырывается, но не может быть им даже осмысленно. Он слеп, а змея зрячая. То есть как-то это все-таки видящая его змея, он сам не видит, то, что он создаёт. В случае с эзотерическими колодами английской школы мы имеем образы отшельника, но этот отшельник становится таким отшельником-эзотерик. У Уайта, у него шестилучевая звезда в фонаре. То есть такая очень специфическая фигура. А во-вторых, у него шапочка на букву Ют, похоже. Это потом будут развивать последователи Уайта, когда уже просто будут непосредственно буквы Ют там рисовать. Здесь это лишь намёк. В общем-то, как мы знаем, всегда, когда человек с высоким вкусом лишь намекает, когда с вкусом поменьше, он пониже, он демонстрируется. Как тот анекдот про Банджи, который я на последнем полезно где-то рассказывал. И в случае с картой из того золотой зари, там у него, в общем-то, эта буква Ют, он ей помечен, да, в треугольнике. На лбу его насияет. Ну, вот привёл пример. Редкий случай, когда привожил универсальный отарой, бы терпеть его не могу. Это отвратительная колода. Она красявая, некрасивая, то есть, мерзко красивая. Но единственный пример, который в этой колоде, мне кажется, что он интересный, чисто эстетически. И он, ничего не добавляя к вейту, даёт некое иное эмоциональное наполнение этой карты. Какой-то момент величия. А? Какой-то момент величия. Какой-то момент такой, да, типа нитшанский даже, такого заратурства в горах, в этом что-то есть, и если кто-то хочет использовать именно одну карту для медитации, вот это тот случай, когда универсальный таро можно распечатать для медитации. Во всех остальных случаях колода абсолютно глупая, ничего к вейту не добавляешь, в том числе атмосферное. Он похож на лавиер-чипчики. И на шутап. Вот как раз тот случай, когда капюшон превращается в ют, это таро кейса, знаменитая таро кейса, монохромная, которая... А у вирта был этот самый, тет, по-моему, да? А? У вирта тет был, а не ют. В данном случае... У вирта, у вирта, передать... А, у вирта, естественно. Потому что это французская шкафа. А здесь у вейта такой же ют, только здесь он намечен, а здесь мы уже его прям его видим. Тут уже никаких сомнений. Эти карты предполагались для самостоятельного раскрашивания. То есть они изначально монохромные напечатаны, но их раскрашивали. То есть чтобы колода была как бы рукотворная, как в золотой заре положено было вообще самому нарисовать каждому колоду. Но, в общем-то, Кейс понял, что там такое рисуют, что на это, в общем-то, не медитировать, не гадать нельзя. И поэтому была издана черно-белая монохромная колода, которую просто раскрашивали, получается, ты свою руку уже приложил, она вроде как своя, родная. На мой взгляд, очень интересная колода просто как монохрома. и она не полностью, она, как видите, не точно копирует вейта. Просто некоторые говорят, что это просто черно-белый вейт. Нет. Она немножко коллективы свои дает, там в каждой карте что-то другие акценты расставляют. на эзотерических колодах основных первой половины 20-го века, то есть второго русского культного центра и второго тото Алистера Кроули. Я здесь не полезу в второго тото, вам наверняка Олег очень много про него рассказал, во вторых в моей книжке тоже это все разобрано, там это расписано, буквально каждая мелкая деталь разобрана этой карты. Просто на это нужно отдельную лекцию у нас этого времени нет, вы сами понимаете. Поэтому я показал, ничего больше, только скажу, что в данном случае опять же фигура играет между Старцем и Тотом. Мы видим лифт Тота, да, то есть клюв его видите Тота? Да, видите Тота. А Тот у нас как известно Меркурий из Либа Резерфа. Да, вот клюв То есть мы видим либо голову бога Тота, либо отвернутого отшельника бороду и лицо растворяющееся. То есть опять же обыграно две составляющие. В случае же Старорусского культного центра, не знаю насколько слеп этот старец или зряч, но он тоже освещает своим панарем змея. пить. Вот змея. Ползет. Ползет, да. Очень здорово, очень эффектно выграно светотень, когда, то есть свет фонаря мы видим только там, где ползет змея и на его плаще, изнанке его плаща. Плащ очень важный символ для европейской культуры. В принципе, на рубеже 19-20 века работал такой крупный композитор как Пучини, Чаркова Пучини, у него есть опера-плащ как раз вот с таким символическим значением, где плащ как раз фактически дождественное на шейнике. Это то, что очерчивает свое и чужое, то, что очерчивает, но там в данном случае возможность ограничить себя и семью, да, это некий пределы, то, что подконтрольно, то, что внутреннее и то, что ему является инородным внешним. Советую послушать, особенно с текстом русским, да, что параллель идеальна. Это небольшая опера, она входит в триптих, то есть это там, ну, час музыки. Именно миниатюра такая. Джаком Укучини плащ. Ну, естественно, с русским текстом нужно, да, чтобы вы понимали, о чем идет речь. В случае с колодой Хайнтля, прибежимся по поздним колодам, чем она интересна? Она дает руну армонического футерка ИС, которая в данном случае должна быть трактована как руна сингулярности. Это руна единичности. это и есть вот эта внутренняя опора. Знаете же этот миф о том, как руны произошли, да? После того, как Один принес жертву самому себе своего себя, висел там, как положено, три дня и три ночи, или сколько он там висел? Девять. Девять, трижды. И с древа упали веточки, каждая веточка это ИСа, и упали так, вот так, и поперек еще. И из них, в общем-то, он произвел все рун. Все рун таким образом можно вывести из пересечения этих трех палочек. То есть они все собраны из, по сути, руны ИСа. Они из нее конструктивно происходят. И ИСа есть, в данном случае, я не буду разбирать эту руну, понятно, что в каждой традиции совершенно разную. Здесь отсылка к совершенно конкретной системе, к гармоническому футерку. В гармоническом футерке это руна сингулярности. Сингулярность это и есть точка нашего внутреннего я, внутренняя единичность. Опять же, понятно, что под словом сингулярность в каждой науке совершенно разные вещи понимаются, но единичность. Что там цифра 10 делает? Где? Юд. А Юд, потому что Юд. Буква Юд. Гематрия. Гематрия 10. Здесь мы видим отшельника, который, правда, соседствует на этот раз с СОРами. А СОРами, как известно, не те, кем кажется. В случае с ИТОРО ДАЛИ очень интересно, мне кажется, то, в какой контекст он его помещает. Он как бы над облаками находится, то есть внизу он стоит во мраке, да, а вверху над его головой проистекает какой-то странный процесс трансмутации, преобразования во что-то высшее. Вот это связь. Я же говорил вам, второй СОР ТНР это то, что связывает субъекта с окружающим миром. А здесь он становится медиантой даже между горним миром, да, и миром дольним. Вот эта середина, где он находится, собственно, это и есть второй СОР ТНР как таковый. А ты ногами ставь нижрада головой выше небес? Или здесь он не выше небес? Ну, здесь он навряд ли выше небес, но, по крайней мере, он до них дотягивается. А там справа, что за знак справа внизу? Телец, знаю. Я так понимаю, что это урана, да, знак? Ну, ураном совсем такой знак. Нет, речь идет не об планетарном составляющем соответствии, а планетарном. Потому что это у него здесь уран подразумевается. Опять же, честно, не помню, потому что у него своя система, удали абсолютно своя система, и в данном случае это точно не теряет. И восьмерка тоже с полночками. Да. и поздние колоды, колода Акрона, ну, обе, в общем-то, колоды Акрона, да, но одна на основе работ Гигера сделана. Что мы здесь видим? в случае с Гигером мы видим опять же полное капсульное уединение на этот раз. Это даже не то, что человек в противогазе, а человека противогаз. А что есть противогаз? Это попытка надо градиться полностью, да, от окружающего. Человек в футляре, да? Человек в футляре, человек в капсуле, который уже сросся со своим противогазом, его снять невозможно ибо это часть него, и вокруг него неоформленные массы. То, что не является отгороженным от окружающего, то, в общем-то, не является вообще чем-то не то. То есть, с одной стороны, это обреченность на тотальное одиночество, да, обреченность на тотальную замкнутость, закрытость, с другой стороны, если ее нет, то вообще ничего. А в другой же колоде мы видим сидящего на кубическом камне персонажа. Это персонаж, это постаревший маг. Внизу мы видим как раз часть карты, заимствованную с карты маг в этой колоде, и у него на плечах сидит ребенок. С одной стороны, это отсылка к той колонне, которую мы видели на ранних картах, да, с другой стороны, это, конечно, и отсылка к святому Христофору, на переносящему Христа. В общем-то, очень глубокий, символический такой рисунок, но и та, и другая карта, несмотря на то, что они дают совершенно другое, многомерное уже видение этой колоды, этого аркана, ничего принципиально нового со времен Вирта мы не встречаем. Это глаза мага. Это фрагмент карты маг из этой же колоды. И мы видим здесь абсолютно того же мага сидящего, но постаревшего. Там это молодая фигура, а здесь он уже обесцвеченный такой и скорченный под гнетом своих лет. Это не зрячий стопами, а другая фигура, Непонятно, что вообще нарисована. Мы видим фигуру, сидящую на кубическом камне. Внутри кубического камня часть лица заимствованная с арканом мага. Это карта, так если бы вы знали аркан мага этого автора, то вы поняли, что фигура сидит та же самая, но уже обесцвеченная, скорченная под тяжестью очевидно лет, но на его плечах сидит младенец, либо отсылка к вечно юной сущности нашего внутреннего мира, который мы в себе несем, либо параллельная же отсылка одно другому не третье, может быть и все вместе, параллельная же отсылка к святому Христову. И несколько эксцентричных колод покажу. Вот то, с чего начали, да, с Барбой Олкер, там, опять же, редко привожу в качестве примера Таро Безумной Луны, да, но в данном случае вот этот ужас замыкания, отворачивания от внешнего мира, он, конечно, к этой карте подходит. Это тоже по отшельнику. Когда человек отворачивается от мира, считает мир безобразным, мы видим, что там труба, да, что там ничего красивого нет, что там исключительно добывание денег, прибыли, заводское производство, но, в общем-то, сказать, что эта фигура тоже особенно симпатична, не представляется возможным. А во-вторых, у ее ног лежит дохлая рыба, а символ важный. Понимаете? Для нашей христианской культуры символ очень важный. Поэтому здесь дохлая христианство. В данном случае дохлая, я думаю, дохлая сама внутренняя сущность. Понимаете, человек пытается отгородиться от внешнего мира, считая, что таким образом он сохранил его. Но на самом деле я вам показывал, только из высечения вот этого противодействия может сохраниться эта искра живой. и еще один хороший пример. Обычно в Виа Таро нету прямых цитатов живописи, а здесь она есть. И вот пример с Христом. Правда, не тот случай, где он несет крест, вы спрашивали, был ли случай, когда несут крест. Несут крест, нет, случай, не было. А вот в случае, когда мы видим распятого Христа, Сальвадора Дали, просто перерисованного с картины, это в данном случае Дали, фрагмент, естественно. И вверху, но здесь плохо видно, если было выше разрешение, вы бы видели, что там крест полностью товарищ. Это именно цитата. И летящий в середине, в центре этой картины человек, он летит сквозь ураборос, символ времени, и над ним парит распятый Христос. То есть, с одной стороны, он летит сквозь время, с другой стороны, что такое еще крест? Это прикованность к своему времени. Тоже очень интересная, конечно, эксцентричная карта, потому что нет отсылки непосредственно к переосмыслению фигуры отшельника, но есть совершенно свой символьный ряд, который тоже в этот аркан идеально попадает. И вот на чем мы закончим, хотел бы вам показать такой образ, мне подарили эту картину, это готовится сейчас у Лидии Суриной колода, посвященная планетам, планетам в знаках, в данном случае это как раз образ Сатурна, как раз в виде, если не монаха, то по крайней мере отшельника. Некоторые сходства смотрятся. По крайней мере, именно эту из всех я выбрал. Ее дарили любую на выбор. Выбрал я какие-то еще знаки нарисованы. Особенно здорово, мне нравится, как обыграно завязки веревочки, подтягивающие капюшолы в виде знака сатурна. Художница Вероника Башмакина добра. Так что здесь и сев, и часы, здесь же нельзя не вспомнить, маятники у Алана По. Алана То есть здесь в данном случае очень много отсылок есть, каких-то культурных. И вот такой образ Сатурна Отшельника, как мне кажется, тоже вполне может быть претендовать на роль нормальной версии Аркана Отшельника. Самый современный образ показал, самый новый, буквально, я не знаю, в прошлом году, по-моему, Ватикан создал. А может даже еще и в этом. Ну, то есть совсем новый образ, который идеально раскрывает эту схему. Как вы видите, постепенно 20-21 век приносит все более и более сложное осмысление Аркана, но самый большой слом произошел, конечно, когда Сатурн стал монахом. После этого, после того, особенно, когда он был эзотерически осмыслил Освальдом Вихтом, после того, как он был доведен до пиковой сложности Алистером Краули, в общем-то, существенных переосмыслений этой карты не происходило. По крайней мере... Краули фаллическое измерение, да? Колоссально фаллическое измерение, но, с другой стороны, не будем забывать, что у Этейлы был Диоген. А, ну да, Дионис, да, наверное, Диоген, он, как известно, прославился тем, что вышел на площадь. И известный спор между Юнгом и Фрейтом, да, что первично, сексуальное желание или инстинкт питания, да, ранний Юнг отстаивал то, что питание первично по снарушению сексуального желания. Так вот, этот спор на самом деле давно был решен. Диоген, он вышел на площадь, разделся, стал мастурбировать. После того, как он кончил, он сказал следующее. Жалко, что нельзя проблему голоду решить, просто потирая пусико. Вот. За счет. Таким образом, в общем-то, еще достаточно давно, в 4 веке до новой эры, этот вопрос был уже решен. Ну, так что, относительно фактического тяльчена, это отдельная тема. В общем-то, у меня на сегодня все. Мы, в общем, много успели посмотреть. Если кто хочет глубоко разобраться именно с деталями карты, в том числе и с того, то, то, или с Таракроули, книжку читайте. Там, ну, просто нереально пересказать там 50-60 страниц текста, да, за часть. Я не пересказываю, я дополняю. То, что я здесь рассказываю, как раз в книжке лишь обозначено. То есть, это скорее дополнение к книжке или наоборот, книжка-дополнение к лекции, да, чтобы человеку, у которого есть книжка, имело смысл и сюда ходить. Да. Ладно, до следующей встречи. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok